Дорогие друзья, всем доброго времени суток! С вами вновь Татьяна, и мы находимся на моей кухне. Сегодня я хочу показать вам оригинальный и очень простой рецепт сумасшедшего пирога. Этот пирог, или я люблю его называть всё-таки тортом, этот торт придумали в США во времена жуткого дефицита продуктов. Рецепт очень простой. Для этого рецепта нужны самые простые продукты. И торт этот сегодня я буду печь вот в таких формах. Я заказала их на китайском сайте. И буквально перед Новым годом я получила посылку. Я заказала сразу набор из трёх форм разного диаметра. Давайте заодно я вам покажу, что ещё у меня пришло в посылке. Ну, раз уж я начала рассказывать про китайскую посылку. Значит, я заказала вот такую милую штучку. Это стаканчик. И в этом стаканчике находится 8 маленьких пластиковых вот таких вилочек. Этот набор я хочу поставить на свой обеденный стол для ежедневного использования. То есть этими вилочками очень хорошо, допустим, накалывать кусочки сыра. Или, допустим, оливки или маслины, которые частенько бывают у меня на столе. И ещё что было в посылке. Я заказала ещё вот такой многофункциональный комбайн. Я смотрю, у многих блогеров уже вот такая штука есть. Иногда, вот лично мне, не очень хочется бегать к миксеру. У меня кухня большая, и миксер у меня стоит вот там в стороне. И вот без конца туда бегаешь. Там морковку измельчить или лук измельчить, или что-то из овощей. А вот это ручной вот такой комбайн, который просто вы можете поставить рядом с собой и пользоваться им. Этот комбайн имеет вот такую ручку. Вот вы крутите. Вот так он, в принципе, и работает. Прыжка снимается. Вот такая лопаточка для перемешивания. Допустим, какое-то жидкое тесто, тесто для блинов, для оладьев вполне можно перемешать. Далее в набор входят вот такие очень острые ножи. С помощью этой насадки можно, то есть она вот так одевается сюда, и сверху вы одеваете крышку. То есть получается вот так. Вот вы крутите. И таким образом можно измельчать. Измельчать можно морковь, лук, любую зелень, пожалуйста. Даже справляется с куском мяса. Орехи можно размолоть, картошку вареную, картофельное пюре можно измельчить. В общем, вещь универсальная и необходимая. Легко разбирается, легко моется. Дешевенькая. И, в принципе, этот комбайн меня очень устраивает, потому что он мобильный. Я его могу перенести буквально куда угодно. И дальше в комплекте вот такая овощечистка. И в комплекте запасные ножи. Три ножа. Ножи очень острые. Все ссылки на данные товары я вам оставлю. Покупала я все это на китайском сайте Gearbest. Ну, а сейчас непосредственно приступаем к приготовлению сумасшедшего торта. Сейчас я покажу, какие продукты нам понадобятся. Итак, посмотрите, какие продукты нам понадобятся для изготовления торта. 2 стакана сахара. 0,5 стакана какао-порошка. Соль 1 чайная ложка. Сода 2 чайные ложки без горочки. 2 столовые ложки уксуса. Растительное масло 3 четверти стакана. Вода 2 стакана. Мука 3 стакана. И по желанию пакетик ванильного сахара. Можно, в принципе, обойтись и без него. Как вы заметили, в рецепте мы не применяем яйца и не применяем молоко. Все продукты очень простые, и у каждого они найдутся в доме. А сейчас приступаем к приготовлению этого вкусного и простого торта. Итак, как же готовить пирог? Я в муку высыпала уже сахарный песок и соль. Далее высыпаю какао-порошок. Слегка перемешиваю. Делаю вот такое углубление в муке. Далее высыпаем соду. И на соду выливаем уксус. Дальше высыпаем пакетик ванилина. Далее выливаем растительное масло. И выливаем воду. И теперь нам нужно все это аккуратно перемешать до однородного состояния. По консистенции тесто должно быть как очень густая сметана. Можете перемешивать с помощью блендера или миксера. Но я обычно перемешиваю тесто просто ложкой. Итак, тесто мы перемешали. Уже распространяется такой очень вкусный шоколадный аромат. А что мы делаем дальше? Я беру разъемную форму. Беру кусочек сливочного масла. И обильно смажу форму сливочным маслом. Можно смазать растительным маслом. Но сливочным мне нравится больше. А сейчас мы выливаем в форму тесто. И теперь отправляем наш торт в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. А торт у меня пока что в духовке стоит. Давайте с вами сварим глазурь. Для глазури нам потребуется 3 столовые ложки какао-порошка. Высыпаем в маленькую кастрюльку. Далее 3 столовые ложки сахарного песка. 3 столовые ложки сметаны. И я добавляю 2 столовые ложки обычного молока. Перемешиваем. Получается вот такая масса. И ставим на очень слабый огонь. Нам нужно прогреть эту смесь. Смесь доводим до горячего состояния, но не даем кипеть. И теперь отправляем примерно 50 грамм сливочного масла. И перемешиваем еще раз. Как только масло у нас соединится с глазурью, мы кастрюльку выключаем. Что там у нас с пирогом? Вот как он хорошо поднялся. Готовность я проверяю деревянной палочкой. Все, пирог готов. Выключаем плиту. И достаем наш пирожок. Посмотрите, как поднялся торт. Он очень хорошо отстает от стенок. Открываем замочек. И посмотрите, тесто абсолютно не прилипло. Ко дну тоже практически, смотрите, торт не прилип. Вообще, этот пирог считается американским. В идеале он печется без применения какого-либо крема. Но, в общем-то, я, например, люблю, чтобы сверху тортик был покрыт какой-то глазурью и чем-то украшен. Поэтому вы можете или сверху покрыть любой глазурью. Просто растопить в микроволновке темный или белый шоколад и облить сверху этот торт. Можете сделать глазурь, вот как я вам показала. И давайте покроем сверху тортик вкусной шоколадной глазурью. Друзья, ну получилось примерно вот так. В принципе, вы даже можете разрезать на два пласта и прослоить и пропитать каким-то кремом на ваш вкус. Но я этот торт делаю обычно вот так. Легко, просто и из самых доступных продуктов. Давайте теперь попробуем разрезать и посмотреть, какой это торт в разрезе. Он еще горячий, посмотрите. Конечно, по-хорошему нужно дать ему остыть. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Шоколадный торт, очень вкусный шоколадный аромат исходит от этого тортика. Делается быстро и легко. Друзья мои, ну вот мы с вами сегодня приготовили сумасшедший торт, который очень-очень вкусный. Вкусный и ароматный. Испечь такой торт вы можете не обязательно, конечно, с помощью вот этих форм разъемных. Вы можете в обычной сковородке это сделать или, может, какая-то у вас другая форма есть. Может, форма для кекса или силиконовая форма. Не важно. Только хорошенько не забывайте смазывать сливочным маслом саму форму. Ну, а на сегодня я свое видео заканчиваю, друзья мои. И хочу уверить вас всех, этот американский сумасшедший торт удается всегда с первого раза. Поверьте мне, желаю вам вкусного чаепития. Всего вам доброго. С вами была Татьяна. Я вас всех люблю и целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok